Девочки, всем привет! Я живу. Так, секундочку. Включилась. Да, запись пошла. Сегодня вроде как не холодно, но мне жарко. Что у нас будет за видео? В видео у нас будет маленький отчёт. И расскажу про один аромат. Ну, всё по порядку. Так, я уехала, не сделала отчёт. У меня не получалось бы, не получилось бы сделать отчёт по ароматам, которые я носила в первую неделю. Июля. Почему? Потому что первую неделю я поносила, здесь довольно много бутылочек стоит. Даже один аромат перешёл из июня. А потом, обычно, где-то посередине, к числу пятнадцатому, я делаю вот отчёт. А я была в отпуске. Две недели. То есть, одну неделю я попользовалась этими ароматами и уехала. И даже если бы я очень хотела, у меня бы не получилось. Очень интенсивный отпуск был. Как видите, мне кажется, по лицу даже видно, да? Физически я не отдохнула, но душой отдохнула. Эмоции просто на весь год. Но я потом в собиралке как-нибудь вам расскажу. Я отторвалась, пополнить. Но теперь к ароматам. А, и ещё плюсик, потому что я из Дьюти Фри привезла несколько, ну, пробников. Пробовала то, что я каталась туда-сюда. Я пробовала некоторые ароматы через время. Ну, и сейчас мы поболтаем. Короче, видео будет такое. Не совсем. Не совсем отчёт, но сначала отчёт, потом поболтаем. Так. А, значит, с чего начался... Начался июль. В общем-то, июнь заканчивался. Это аромат от Ля Рива. Относительно... От новинка, в общем-то. Новинка 315 Prestige Pink. Если не ошибаюсь, то это заказ на Каролину Эреру. Там есть розовенькая такая, я не знаю, таблиточка, бомбочка. Что это? Аромат этой Эреры я не знаю, девочки. Я его не знаю. Могу говорить только вот об этом аромате, как он мне носился пару дней, что я его носила. Пшикала я его изрядно. Мне кажется, ему нужно дать немножечко постоять, потому что он... Ну, жары у нас, может быть, не было. Может быть, прохлада его так жарает. Не знаю. Он очень лёгкий. Им прямо нужно обшикиваться. Он как поливашка. Если у вас есть, расскажите вот ваше впечатление. Я не знаю, на фрагрантике я ещё не смотрела, по-моему, есть он или нет, или отзывов нет. Уже не помню. Я, может быть, смотрела, когда только получила. аромат очень лёгкий, цветочный. Ну, вот в носке, вы знаете, я быстро переставала от себя его чувствовать. Это, конечно, расстраивало. И после новинки Эйлен, такой удачный, такой шикарный новинки Эйлен, и тот аромат, который... На что? Уже он был закос. Метафора, как-то называется. Тоже хороший. Хороший аналог своего оригинала. Вот это прямо... Я не знаю, как я уже сказала, я не знаю оригинала. Может, тут и должен так пахнуть. Нежно. Цветочно-фруктовое. Я бы даже сказала, что фрукт... То ли нектарин, вот что-то такое вкусное. То ли персик, то ли нектарин. Здесь вот что-то подобное, фруктовое, довольно ярко играет. Но, да, я как-то не чувствую. Дам ему, во-первых, еще постоять. То есть, я, скорее всего, в июле и августе. Ну, в августе посмотрю. Может, в августе я уже его возьму опять в использование. Вот дам постоять и потом посмотрю насчет температуры. Потому что некоторые ароматы, мы сейчас будем разговаривать, при разной температуре по-разному раскрываются. Даже звучат по-другому, поэтому про него говорить вот не буду. Приятный. Но хотелось бы вот... Даже такие у меня есть. Сейчас тоже вам покажу, что дальше было. Что я носила. Они более яркие, чем этот. Хотелось бы яркости немного. Вот так аромат очень приятный. Но плевашка, он выльется, прямо выльется. Так, следующий аромат. Я, конечно, захотела больше точности. И я носила девочки Incatessence от Even всегда беспроигрышный вариант. Так, здесь нету. Может, я проверяю, если аромат. Цветочный, простой, яркий при этом. Очень... У него такая небольшая кремовая душка. При всей своей цветочности. Как будто... Есть на заднем фоне как будто это душка для крема, для рук. Что-то такое необыкновенное. И флакон, конечно, тоже радует. Когда беру, наслаждаюсь и делаю много пшиков. Хотя он пахнет ярко. Мне нравится прямо забивать все вокруг им. Вот это Incatessence от Even. Следующие ароматы. Там, по-моему, у нас были жаркие деньки. Я брала... Это Дизи Таран, девочки. Вот Жан-Ортес снял аромат... Жан-Ортес, да, правильно. Аром-Бай-Отес. Был такой аромат. И у меня он есть. Там пару капелек осталось. Обожала я. Это очень неплохой закос был на старое звучание. Поэм. Сейчас я считаю, что он иначе немного звучит. Но аромат сняли и давно. А вот Дизи Таран остался. Понятное дело, что Дизи Таран будет не так же звучать, как аромат. Но все равно шикардосно. И я получала комплименты. Вот все, что похоже отдаленно на Паэм, всегда комплиментарно. Нравятся людям такие ароматы. Звучит для меня этот аромат лилии, хотя, если не ошибаюсь, там именно калы. Пахнет лилией, с ванилью, такой небольшой древесностью. Очень благородный аромат. Даже Дизи Таран девочки рекомендую к покупке. Он периодически на Натина. Для тех, конечно, кто живет в Германии, он стоит меньше 2 евро. Там евро 90, евро 80 можно урвать. Я, конечно, уже за 2,50. Потому что покупала, потому что есть умники, которые поняли, ааа, есть аромат. Дизи Таран не хуже парфюма. Да, его часто нету в наличии. Классно. Классно. Я не наношу на тело, хоть это дизи Таран. Дизи Таран у меня именно антипреспирант. Такой в стике твердый. А вот он у меня борется с потом. Ну, не столько борется с потом, чтобы не было интенсивного запаха. А я пью кофе, и я заметила, когда пьешь интенсивно кофе, особенно кофе у меня, иногда чай пот становится очень ярким. Вот тот дизи Таран я от Рексона наношу, очень спасает. Я уже ношу годами. Он, то есть, проверенный, на мне работает. А парфюм он для того, чтобы кухать. И этот я использую как парфюм, девочки, не как дизи Таран. Следующий аромат. Хотелось мне весны. И нет, до этого, вот точно сейчас, начинаю потихоньку вспоминать. Взяла я вот этот от Элизабет Артен аромат, который называется Провокатив Вумен. Девочки, ничего провокативного нет. И я каждый раз, когда я поюз, то ли я погоду не могу для него найти. Вот так вдыхаю. Аромат приятный. И для работы идеальный. И я, когда его вдохнула, тогда Элизабет Артен мне очень нравится бренд. И практически 98%, ладно, 92% попадание. Попадание. Мне очень нравится аромат Элизабет Артен. Единственное, что коллекцию белого чая, это я, по-моему, так не пробовала. Нет, по-моему, один чай мне Вика присылала. Я уже не помню. Я помню, что не впечатлил меня. Я не стала покупать. И вот серия 5-я Авеню Фланкеры, кроме того, который коньячный, мне практически вся не очень зашла. Я ее отдала подружке, по-моему, все. Они были такие легкие, мускусные. Я не чувствую аромата. И так как, в общем-то, коллекция ароматов у меня большая, я считаю, что периодически вот ароматы, которыми не цепляют меня, я точно знаю, что не буду, скорее всего, ими пользоваться, они будут теряться, я отдаю подружке. Вот. И Provocative Woman у меня нужно будет устроить, наверное, в конце лета. Я посмотрю, какими ароматами я плохо пользовалась за год, и уже начну их откладывать, потому что коллекция у меня растет, я как-то не останавливаюсь, покупаю большие флаконы. Не знаю, не вижу его, честно говоря, в моей коллекции. Почему я его не вижу? Provocative Woman. Во-первых, первое несоответствие, а второе, он тоже мускусный, вот как коллекция 5-я Веню фланкер. Вот такой же он. Слегка зеленоватый, у меня есть такие ароматы, но они все равно более характерные, и даже если мягко звучат, все равно я их чувствую от себя. А этот слегка терпковатый, зеленый, чуть-чуть цветочный, но мне кажется, я не буду его носить. Вот он у меня и такой флакон еще занимает так много места, и страшную флакон. Короче, вот он скорее всего у меня уйдет. И посмотрю, я с вами как-нибудь положу по моему шкафу парфюмерному, пригляжу, пригляжусь к ароматам, которые я тоже скорее всего не буду использовать. И вот после него я взяла яркий, хоть и простой, но шикарный аромат от Элизабет Арт на девочке. Это называется Спландор. Да? Сейчас себя это аромат, если не ошибаюсь, 90-х. И это ландыши в первую очередь, потом другие цветы, легкая пудровость, чистота. И для меня это аромат после душа либо в жару. но вот эти дни жары не было здесь, поэтому я попользовалась ему как после душа и отложила. Беру не так часто его в использовании, но мне очень нравится. Если бы он закончился, вот если бы действительно переклеила, я бы купила еще раз. Простой, да не простой, вот он так же, как Инкотессенс, хотя Инкотессенс, нет, Инкотессенс с начала 2000-х, да, девочки, справьте меня, если я права, то это все-таки 90-е. Ну вот цветочное яркое направление, вот этот более сладкий, это для меня чуть более свежий. Такое, немножечко старомодное, но люблю такое, наверное. Спландор, да. Там еще много цветов, но я не посмотрела на фраградику, вы можете сами посмотреть. Вот если вам такое нравится, свежесть, слегка пудровость, то спландор. Потом я брала еще один аромат, брала специально, чтобы носить, потому что он как-то у меня немного израсходовано, не потому что аромат не классный, теряется, теряется аромат тоже из тех, из легких. Здесь легкая сладость, нету конфетности, а если не сказала, то это, по-моему, Кьюрис от Придисперс, девочки. Легкий, немного акватический, сладость здесь, ну, не такие они, как ароматы фэнтези, нет. Хотя фланкер, может быть, немножечко, он немножечко, как будто жвачный, но настолько это все акватикой разбавлено, фруктами разбавлено. Аромат очень легкий, на жару идеальный. Вот нужно еще его поактивнее попользоваться, если будут еще жаркие дни, посмотрю. в августе тогда возьму его. Сейчас, наверное, не буду больше брать, иначе другие ароматы тоже используются. стабильно у меня используются. И здесь нету девочки уже одной пятой части от аромата, я не знаю, вам видно или нет. Это Viva La Juicy из Rose или Rose или Rose. Короче, девочки, это розовый, слегка шампунистый, аромат невероятно позитивный, но без карамельности. Поэтому, наверное, он не супер какой популярный, но он не снятость. На него, вот на такую розу у меня очень часто бывает настроение, такие легкие розочки во фруктах. Поэтому вы часто его видите, его прекрасно аромат. Я рада, что Viva La Juicy делает не обязательно в таком формате, хотя я не видела, что у них выпускали они на какую-то лимитку 24-го года или нет. Так, все-таки я чувствую, что я очень устала. устала именно поспать надо. Я девочке летела, ночь не спала, соответственно. И сейчас я чувствую. Ну, ложусь и мне тоже не спится. Мучаюсь. А завтра уже на работу утреннюю смену. То есть я уже, уже сейчас я спать не могу лечь, потому что иначе я проснусь потом в 2 часа, а это еще рано. Я в 4.20 просыпаюсь. Так, и вот этот аромат, наверное, это будет разниловка немножечко, но если у вас есть в коллекции, то доставать его. Это Fresh от Dizicu самый прекрасный, на мой взгляд, аромат лимона. Потому что он легкий. Он, это, вот у туалета, если не ошибаюсь, он диффузный, он набирает, ты наносишь его на себя, и он со временем набирает мощь. При этом остается легким лимон, который не похож ни на какие чистящие средства, у вас не будет никаких негативных ассоциаций с ним. При этом это неодеколон, нет такого настроения одеколон, понимаешь, что это парфам, но он очень, очень легкий, игристый, и я, мне кажется, есть такая какая-то зеленая тепленькость, но, если честно, не вычленяю ничего, кроме лимона. Очень здорово сделан аромат. Я не знаю, как долго он уже на рынке, вот, по-моему, из этой линейки Dizicu все выводят ароматы, уже выпил, мне кажется. Надо посмотреть, есть на найти вообще в магазинах аромат. У меня Fresh, еще есть такой слегка помадный аромат, такой яркий, фруктовый, и цветочный, который для меня похож на направление Жадо. Я такое люблю. Вот, а этот очень классный, на жару немножечко экономлю, девочки, немножечко экономлю, может быть, можно было бы чаще носить даже, как аромат для работы, но, из-за того, что знаю, что нету, и такого лимона у меня нету. У меня другой есть, задорный, задорные лимоны, более такие мыльные лимоны, одеколонистые лимоны, но, такого красавца нет. Так, девочки, я закончила с тем, что я носила первую неделю, и когда я уезжала в отпуск, я планировала взять с собой, конечно же, от Леванта, и угадайте, что? Я ничего не взяла, я все забыла дома, и я бежала. Оказалось, короче, я чуть не опоздала на самолет, чуть не опоздала, представляете, я бежала всю дорогу, бежала в аэропорту, я успела, англ-хранитель, спасибо ему огромное, вот если бы не он, то я бы просто потеряла бы всю свою зарплату, наверное, потому что она ушла на билет. Я успела, и тут я взмыленная уже захожу в Дьюти Фри, уже контроль прошла, а, посадка и в Дьюти Фри и в Истамбул была. И вот там, я понимаю, я бы с удовольствием чем попшикалась бы, потому что, ну, вспотела, конечно, это не был такой какой-то вонючий запах пота, я была чистая, но что я вам объясняю, понимаете, да? И тут я понимаю, что у меня нет парфюмов, вообще никакого, а я не планировала, все так рассчитано было, что я не должна была ходить по магазинам, и, и, да, ну, я подумала, ладно, какой-нибудь, может быть, сет возьму, но вы знаете, в Дьюти Фри они меня разочаровывают, там миниатюрки стоят столько же, что можно купить вот отдельный аромат. И на какой ни гляну, я подумала, и дорого все, вот говорят, Дьюти Фри, дешевый, я не знаю, я, наверное, такого Дьюти Фри не застала, потому что там все дорого, кроме одного аромата, который я нашла. Но я уже готова была хотя бы на один выложиться, и тут я вижу его, и вижу эту цену, приятно, у нас таких цен нет, я даже могу с вами посмотреть сейчас, секундочку, сейчас, сколько стоит этот аромат, но накином, тридцатка стоит 52 евро, 50 мл 165, и 100 мл 114, а вот для 100 мл 114 это нормальная цена, а тридцатку я увидела за, сейчас вам скажу, ее купила за 30 евро, и я не буду томить вас, короче, я купила Ланком, Миракль, девочки, от Ланком, тридцаточка, посмотрите, сколько от него осталось, очень он мне зашел, и потратил не я одна, не подумайте, за две недели я, может быть, я его не обновляла, я носила его с утра, и так не стратишь аромат, который неплохо держится, носила его вместе с сестрой, она, конечно, взяла какой-то аромат, но он был такой помадный, у нее был от, скажите, как он назывался, от Азара, нет, не от Азара, ну, короче, какой-то у нее был помадный аромат, а там как раз была, первые дни жара была, и потом было, ходим, 23, 24, все равно было жарковато для помадного аромата, Аланком, зашел, Меркель, вот прикиньте, я его купила за 30 евро, и я, конечно, пшикилась им, так, сейчас, мне интересно теперь посмотреть, а, вообще, я могу посмотреть и тут, немецкая пирамида, так, магнолия, розовый перец, имбирь, который я не чувствовала, такую пряность, я в нем не чувствовала, магнолия, да, жасмин слегка, мандарин тоже слегка, практически не чувствовала, магнолия яркая здесь, жасмин мускус, а, в верхах у него фреси и личи, короче, очень красиво сделан аромат, он водянистый, магнолия однозначно я ощущаю в нем, магнолия в окружении, вот сейчас и салкона чувствуется, перечность, вот это вот, какие-то игривые специи чувствуются, а вот так, когда носяшь, нет, когда я его нанесла, я поняла, что кто-то из моего окружения им активно пользуется и пользовался, потому что прям знакомый такой аромат, Меркель, я очень хорошо знаю, первые дни было у меня ощущение, как будто я пользуюсь чужим ароматом, вы знаете, да, если, но образа человека у меня не было, я не знаю, кто им пользуется, и может быть, несколько людей сразу им пользуются периодически, поэтому у меня прямой привязки к человеку нет, а аромат знаю очень-очень хорошо, очень приятный, и вот две недели я его носила, не снимая, каждый божий день, ушла практически тридцаточка, здесь чуть-чуть осталось, я скорее всего отложу, не буду пока его покупать, знаете, есть аромат, который сносишь и хочешь опять купить, этот аромат не войдет в этот список, не потому что он не шикарен, или он мне не понравился, нет, а потому что он меня зацепил своей свежестью, почему я его купила, там были ароматы, которые я бы тоже могла купить, но не цепляли свежесть, а мне хотелось именно свежести, а это зацепил, ну, даже не знаю, как объяснить, может быть, это потому что я две недели им пользовалась, не снимая, сейчас мне не хочется его купить в свою коллекцию, ну, то есть, если этот потратится, но здесь смотрите, сколько осталось, мне кажется, миллилитров, семь, восемь, у меня здесь еще есть, поэтому, если захочется вспомнить отпуск, я буду брать Меркель, и теперь Меркель у меня ассоциируется с отпуском, приятные вспоминания, теперь я кое-нибудь есть, я ни один аромат давно так не носила, что две недели и один аромат, я не сошла с ума, вы знаете, хотя нет, у меня такой запой, может, был, я все равно чередовала, я там другим пользовалась, Арн Бьюти, Арн Бьюти, из легких, он такой относительно легкий, еще какой-то, Форева Элизабет, тоже мне очень зашел, своей легкостью, вот, красавчик, красавчик Меркель, но пока отложу, пусть лежит, так, и девочки, сейчас с вами быстренько пробегусь, потому что я там пыталась распробовать, 24 минуты, офигеть, а ведь я без пирамид особо, да, только Меркель прошлась, ладно, так, девочки, попробовала я несколько ароматов, в Дьюти Фри, а, еще один аромат, который я носила в кавычках, ехала я обратно, у меня была подушечка, вы знаете, такие подушки, на которых спишь, для самолета, или для поездок, хороши, я пришла в аэропорт в Москву, и парень подпекается, он хотел продать кредитную карточку, но я все объяснила, что мне не нужны кредитные карточки, и все, мы расстались, и вдруг он догоняет меня, говорит, девушка, скажите, что за аромат на вас, думаю, господи, какой аромат, ну, думаю, Меркель, от Ланком, но, дело в том, что после того, как я приехала, на машине ехали в Москву, я приняла душ, и по сути, я Меркель не пользовалась, у меня была новая одежда, я думала, от меня на самом деле ничем не пахнет, не должно пахнуть, кроме антипреспирантов, и я поняла, чем от меня пахнет, от меня пахнет White Piton, потому что я им обливалась, и подушка у меня пропахла этим ароматом, а я его не заметила сразу, то есть, видите, не было уже диффузности от него, но шлейф был, я ему сказала, неправильный аромат, Меркель, хотя это был White Piton, видите, он невероятный, все его замечают вокруг, все отмечают, надо будет докупить, так, ну, и потом я им и попшикалась, и думаю, раз я уже им пахну как-то, пошла в Дети Фри, и попшикалась, но не в российском, по-моему, в Москве его нету, а в Истамбуле, так, девочки, теперь про ароматы, которые я распробовала, Амариш, шикарный аромат от Жванши, обязательно буду по скидкам когда-нибудь брать, мне сказали, что я буду закрывать, я буду, я постараюсь, если мне получится, в этом году закрыть ароматы, такого более дорогого сегмента, который вот я давно хотела, если их еще не сняли, вот Амариш из них такой, сладковатый, цветочный, медовый аромат, чуть-чуть, а-ля старомодный, но я считаю, что это классика, не старомодный аромат, шикарный, нравится, чем больше вдыхаю, тем больше он мне нравился, второй аромат, который тоже, наверное, хочу в свою коллекцию, это, где он у меня, это, так, это неон, это тоже неон, это тоже неон, а где у меня палочка, палочка делась куда-то, ну ладно, я вам так скажу, White Lillian хочу, все-таки от Estee Lauder хочу, сначала мне показался слишком таким ярким, но когда-то, когда это было, наверное, год назад, ой, девочки, через 2 минуты отключиться, поболтать не смогу с вами, со временем все, у меня вкус развивается, White Lillian теперь мне нужен, дальше, Versace Woman, когда-то я не отхватила его за 17 евро, я жалела, но теперь думаю, что его цена, красная цена, не больше 20 евро, поэтому нет, только если станет опять дешевым, может быть, может быть, Nina Ricci Fleur, яблочко нравится, но все-таки классическое яблочко не перебьет, ни один фланкер, скорее нет, Special Escada, миленько, может, да, но не в этом году, только если скидка хорошая будет, тогда да, и девочки, про 2 других аромата, в другой раз, буду с вами прощаться, всем хорошего дня, потому что сейчас камера отключится, и до следующего видео, всем пока-пока,